Всем привет, дорогие друзья и враги, сегодня семнадцатый выпуск нерегулярной новостной рубрики «Верьте к этому русскому русски, все еще я пока операцию не сделал по смене национальности». Прежде чем мы начнем с вас подписка, лайк, колокольчик, и, друзья, без колокола уведомления не приходят. Поэтому бейте в колокол и не бойтесь, он не кусается. Погнали. Издание Костег сообщает, что генерал Сирик Кудебаев сорвался, значит, в бега и находится, предположительно, на северном Кипре, где и скрывается от правосудия казахстанского. Правда, пока официально эту информацию никто не подтвердил, у него назначены суды, куда его должны вроде как принудительно привести, от чего он скрывается. Но, тем не менее, я лично склонен верить этой информации, давайте просто размышлять логично. Кудебаева обвиняют в том, что он бросил здание департамента, полиции, и протестующие захватили оружие, из-за чего, собственно, и были протесты, жертвы и так далее. Кудебаев занял в этой ситуации с самого начала, скажем так, жиденькую систему защиты выбрал себе. Начал он корчить из себя миротворца, оппозиционера, дескать, он не отдавал приказа стрелять по людям, по мирным протестующим, он гуманист, не то что этот ваш Такаев. Неужели, чтобы на вести порядок, надо убивать людей? Потом, как с этим уже? Как с этим? Как с этим? Если бы я дал команду, применили бы оружие, и завтра это приведло к массовой гибели, человеческой жизни никто не вернул. Все жители, хоть они антимбурщики, живы и здоровы. Я считаю, что это принято правильное решение. Мои сотрудники не привлекаются к удовольствиям за убийством. Я думаю, это самое главное. Иметь в руках автомат и спасти жизнь людям, вот это, наверное, героизм вообще. Вся его защита выглядела с самого начала жидко, потому что все прекрасно знают, что Кудибаев это личный генерал Булата Назарбаева. И более того, я делал подробный разбор, можете посмотреть. От того, как Кудибаев поехал спасать Булата, с кортеджем бросил свое, собственно, служебное рабочее место. Вот он выходит из департамента. Вместе с кортеджем они сопровождали Булата до границы с Киргизией. А потом Кудибаев вернулся к себе в АУ, что он сам, собственно, и подтверждает. К тому же Кудибаев постоянно жаловался на какие-то там травмы, которые он получил во время январских событий. Но при каких обстоятельствах он получил до сих пор не установлено. У нас почти что 80% сотрудников всех были избиты. У них у всех были руки, челюсти сломаны, у кого-то голова пробита. Я сам получил в голову два удара бложником, ну, все были в крови. Вся эта защита его выглядела жиденько и напоминала мне нарративы Мухтара Аблязова. Я ждал, честно говоря, и помните, да, я шутил на тему, что вот с такими нарративами. Скоро Кудибаев будет вместе с Аблязовым из Парижа стримы вести совместные. Там сидеть и жаловаться, что вот Такаев их не любит. В итоге этим, скорее всего, может все закончиться. Давайте просто размышлять логично. Линия защиты Аблязова явно жидкая, оппозиционная. Нарратив Аблязова и Геубаева четко прослеживается. С вероятностью 90% я могу сказать, что эти нарративы для того, чтобы обеспечить эту политическую линию защиты где-нибудь во Франции уже, то есть за рубежом. Политическое, чтобы попросил он. С вероятностью 10% можно сказать, что ему просто вынесут оправдательный приговор. И вероятность 0% того, что генерал Кудибаев допустит, чтобы сесть в тюрьму. Он генерал, блин, а не идиот. Чтобы в тюрьму сесть, надо быть просто идиотом. Так что я думаю, он просто встал на лыжи и подался в бега. Ну потому что, а зачем ему сидеть, зачем? Увидела там толпу женщин. Там стояло очень много женщин и детей. Женщины между собой говорили. Это были гражданские люди, впереди которых стояли, грубо говоря, женщины с детьми и вот эта куча мужиков. Дали команду всем уходить, потому что в департамент начали входить женщины, дети. И после чего уже начали там, ну шли вот эти вот митингующие. Нам сказали, чтобы сохранить жизнь, здоровье, всем оставить посты. Я этого человека очень сильно зауважала. Я преклоняюсь перед ним. Я преклоняю перед ним голову Господню Судя, потому что я этого человека зауважала. И именно после того, когда я увидела, что именно он был с нами в плечо от плечо на площади, когда он, рискуя жизнью, здоровью, там, баса хан хан, а я хан хан, но с нашими, понимаете, ходил. В Казахстане профицит зерна. Из-за того, что в России там эти санкции обложили и так далее, и россияне начали демпинговать ценами. И наш рынок, соответственно, оказался очень уязвим из-за этого. Как итог, на складах Казахстана гниет куча зерна. В прошлом году казахстанские аграрии собрали хороший урожай. Впрочем, как и в России, из-за санкций у соседей закрылась часть рынка сбыта. И россияне зашли с дешевой пшеницей в те страны, куда много лет поставлял зерно Казахстан. В итоге, по словам фермеров, если год назад тонны зерна стоило 160-180 тысяч тенге, то в этом году 90 тысяч. Это ниже себестоимости. Доходы аграриев сократились в два раза. При этом цены на ГСМ выросли на 20%, а запчасти подорожали от 50 до 100%. Отправить зерно на экспорт отечественные фермеры также не могут из-за проблем с логистикой. Не хватает вагонов и пропускной способности железных дорог. Но и это не все проблемы. Но в нашей стране и вообще в мире все, на самом деле, через задницу. Конечный продукт зерна – это мясо и молоко. У нас будет гнить зерно, блин, на складах, но мы не произведем дополнительно мясо и дополнительно молока, которое стоит, между прочим, по 800 тенге за литр. Да и хлеб, блин, кстати говоря, не подешевел нифига, хотя зерно у нас гниет на складах. У нас что, профицит мяса в стране? Или мясо у нас дешевое, доступное? Нет. Вот и воспользуйтесь тем, что производства зерна у нас очень много и произведите мясо дополнительно и молока. Но нет, мы удавимся. При СССР зерна, кстати говоря, производили тоже немало. Но при СССР Советский Союз не продавал зерно на экспорт, а наоборот покупал импортное зерно для того, чтобы производить дополнительно что? Мясо и молоко. А у нас, скорее, зерно сгниет на складах, но мы никогда людям не сделаем для людей доступное молоко и доступное мясо. Потому что капитализм. И лучше будем это все, чтобы гнило, будем молоко выливать в реки, как видели вы все эти кадры. Вот такая вот у нас прекрасная капиталистическая система. Мохаммед Абжан проиграл апелляцию. Напомню, что ему дали ранее 9 лет. Дело полностью сфабриковано. Я это уже сто раз объяснял. Антикор опубликовали запись сами, где, в принципе, отчетливо понятно, что никаких доказательств существенных в деле у них нет. Там еще какие-то корявые склейки у них были и так далее. Видео 3 назад я это опубликовал. Тут я хочу поговорить вообще, в принципе, не о деле Мохаммеда Абжана, а о системе об антикоре. Антикор в деле фигурировать, в принципе, тогда вообще не мог. Это не их подведомственность. Это подведомственность МВД, так называемое, вымогательство, которое шлют Абжану. В дело подключились антикор из-за публикации Абжана про криптовалюту. Крипта – это финансовая юрисдикция США. Так же, как и институт надгосударственной и антигосударственные настройки. Вот этот антикор – это тоже находится в юрисдикции США. То есть, навязанная нам система борьбы с коррупцией США. То есть, американцы якобы помогают Казахстану бороться с коррупцией. Нет, на самом деле все не так. Все вы знаете, что антикор занимается на самом деле только коррупцией. И никакой полезной деятельности от них нет. Я сколько материала опубликовал, расследование ни одно дело в работу они не взяли. Просто какие-то отписки пишут в рапортах, указывая, что да, действительно, там есть коррупция. И просто забивают. Ну, потому что им так выгодно. Они собирают компроматы благодаря этому. Вымогают, собственно, деньги. То есть, система для продвижения чиновников создается с помощью компроматов. Да и январские события тоже вот это все зависело напрямую от этих коррупционеров, которые зависели от антикора. То есть, они также знали, что в стране деньги воруют. И что эти деньги идут на подготовку к государству. Первого раза знали. Но молчали. Потому что в деле. И в доле. Антикор, к тому же, дублирует еще функции департамента по борьбе с экономическими расследованиями. Которые подчиняются президенту. И правильно делают, что подчиняются президенту. А также частично они дублируют функции управления собственной безопасностью в МВД и в других структурах. Де-факто антикор надо распустить на самом деле. Сотрудников просто частично перевести в ДЭР, частично в МВД. Потому что это бесполезно. Они дублируют эти функции. Они не нужны. И большую часть вообще уволить. А здание надо передать под общественные нужды. Создать социальную гостиницу для бездомных. У нас же недавно выяснилось, что образовался класс буржуазии в стране. Следовательно, гостиница для бездомных должна тоже появиться. Это и называется социальная справедливость. То есть, бесплатная гостиница для бездомных. Чтобы они там могли помыться. Но пить, соответственно, наркомании там было бы запрещено. Антикор – это антигосударственная и надгосударственная настройка. Она должна быть просто упразднена. Ну, по ряду причин. Дублируют функции. И, в принципе, не выполняют интересов. Не преследуют интересов государства. А преследуют какие-то свои интересы для продвижения каких-то коррупционеров. И вымогательства взяток. Не более того. Так называемые сепаратисты. А на деле это просто маргинальные элементы. Антиваксеры. Просто психически больные люди, которые они учили в школе. У многих из них, кстати говоря, есть справки из ЦПЗ. Они записали обращение к президенту. Народ, земляки, сограждане. К сожалению, в нашем Казахстане есть такая корпоративная составляющая в виде олигархов и коррупционеров. Мы, Народный совет трудящихся, заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от этой корпоративной составляющей. Уважаемый Касым Жемар Кемельевич, мы поддержали ваш курс, изложенный в ваших многократных посланиях. О, об истинной власти нашего многонационального народа, о национализации всеобщего неделимого народного достояния, которое, к сожалению, выводится и вывозится этими олигархами и коррупционерами. Для этого мы объединились. Но запрещенный в Казахстане канал Бассе, возглавляемый супругами Садыковыми, оболгал нас и оклеветал нас, обвиняя в сепаратизме. Этот процесс подхватил Аблязов и другие многочисленные блогеры, которые стали вводить народ в заблуждение. Но наша деятельность на протяжении уже многих последних лет подтверждила, что она всегда сопровождается только мирным решением поставленных задач, а также сохранением территориальной целостности нашей республики. Нам и нашим близким поступают угрозы жизни. Все видео и скринные доказательства имеются в наших телефонах, которые изъяты сотрудниками Плендера. Заинтересованные лица специально используют данную ситуацию для раскачивания розни в стране. Просим вас взять на контроль все соцсети и выявить провокаторов. Мы не хотим стать кровавой жертвой в чужих играх. Просим вас, Ташим Джамар Кемелевич, как гаранта сохранения прав человека и гражданина, оказать нам поддержку и призываем всех в благоразумие. Наша, на самом деле, фашистская система, выстроенная олигархами, сделала из маргиналов просто пушечное мясо. Существует, ну, скажем так, видимых два вида маргиналов, и они вот столкнулись. Это вот антиваксеры и нацисты. Это маргиналы из маргиналов и те и другие. То есть, в период пандемии маргиналами были, допустим, антиковидчики. Теперь вот новые маргиналы, это люди с флагами на аватарке Украины, это вот конченные маргиналы. У одних там билгейцы, геноцидцы, у других там русские, сепары, Путин и так далее. Маргиналы – это как сектанты. Особо и интеллектом они не отличаются. И какие-то там разумные тезисы на них просто не действуют, не работают. Бессмысленно с ними разговаривать посредством логики. Это работа спецслужб, кстати говоря, через всякие там СММ-агентства. Называется это все, кстати, индукция массового бредового расстройства. Но в этой истории есть как и ведомые вот эти вот маргиналы, пушечное мясо, так и индуктор бредового расстройства должен быть. То есть, тот, кто им внушает эти вот мысли. А, кстати говоря, это в основном психически здоровый человек. Если у нацистов индуктором является, допустим, Шураевка, Жалеева, Бакаев, Ермурат Бапи, то у антиваксеров индуктором являлся Анатолий Ким, Бакеева и вот этот псевдо... Забыл, как его зовут. Псевдо-юрист Гаран, короче. И те, и другие работают на кого? Тимура Кулебаева. Олигархи, естественно, они не идиоты. И учились использовать такие инструменты в качестве пушечного мяса сумасшедших всяких маргиналов в своих целях. Потому что маргиналы, они тупые и очень-очень активные. Самое главное, все маргиналы, они всегда за справедливость. Справедливость, правда, у каждого из них своя, как известно. У нацистов справедливость в том, что они обиженные, их дедушек и так далее сажали в тюрьму за то, что те совершали преступление. У антиваксеров в том, что их ущемляют и понеслось. Это вообще бесконечная тема. Маргиналов можно плодить и самим, в принципе, создавая какие-нибудь тупые законы. Многие спросят, а где доказательства вообще моих слов, как это вообще связано с Кулебаевым. Ну, смотрите сами. Анатолий Ким является обыкновенным на самом деле аферистом. Рекламировал всякие браслеты. Просто вот какая-то железка и там кожаный ремешок. Это все продавалось за какие-то довольно приличные деньги. И приписывал этим браслетам какие-то магические свойства. Что у вас там, я не знаю, писька вырастет плюс 5 сантиметров. То есть у Кима она стала 7 сантиметров. В общем, приписывал браслету все то, что вообще запрещено на самом деле законом приписывать. Что, друзья, настал тот момент, когда и у вас появился шанс получить вот этот браслет Amplify в серии Be Strong, будь сильным. Что за браслет? Многие спрашивают. Многие хотят приобрести. Не у всех получается. Браслет стоит недешево, но он стоит того. Потому что я, допустим, с этой технологией знаком уже 10 лет. Сделано в Германии. Работает 100%. Увеличиваются все показатели. Силовые, выносливость, гибкость. Ну, в общем, если хотите узнать, как работает браслет, как осуществляется эта межклеточная коммуникация, восстанавливается наше природное биополе, электромагнитное поле. Новая модель браслета шикарная. Мы только что сделали тренировку в этом браслете. Это каучук, как я понял, да? Выглядит он так же красиво, как кожа, но он еще более неубиваемый. Он более тонкий, удобно носить на руке. Короче говоря, это поле электромагнитное выравнивается. Я, допустим, реально проверял себя на аппарате, который замеряет ауру у человека. Если вы видели, когда-нибудь ауру, да? У человека есть ауру. То есть она по цветам, как вы видите, на аппарате его. Там есть дыж. Смотришь с ураула, она вся дыряглая, короче. Кусками так. У казахов как-то позитивно говорят. Надеваешь браслет, короче, аура твоя вот прям, она становится более... Какой-то маид, только современный в теории. И он, наверное, работает, в принципе, и едет. На ум приходят сразу пирамидки Гордона. Это тоже маргинал из маргиналов. Синдуктор Бреда. И примерно та же самая история с этими вот браслетами. Повербаланс, помните, были там лет 10 назад. И вот с этим вот, Апплифайв, как они сейчас называются, это те же самые, по сути, та же самая идея. Просто это обычный, самый обыкновенный лохадрон. Это ровно то же самое, что и финансовую пирамиду. Рекламировать вот эти браслеты, это то же самое. Абсолютно рассчитано на людей, которые лишены здравого смысла. Также Ким продавал всякие там курсы инфо-цыганства и так далее. Курсы питания какого-то. Ну, всякую дичь, в общем. Все, что можно было продать, он продавал, лишь бы как бы это ничего не стоило. То есть продавал воздух. Его жена, кстати, худышка Сью, тоже рекламировала те же самые браслеты. То есть занималась той же самой финансовой аферой. Я надела браслет Апплифайв. Он подошел к платью. Я его боюсь снимать, если честно. Потому что мне кажется, что сегодня я должна быть особенно энергичной. Мне сначала Юля сказала, сними, сними. Но я не хочу снимать. Потому что действительно я чувствую, что он дарит мне энергию. Я хочу сказать, что с сентября, с того месяца, когда я его стала носить, я еще ни разу не болела, слава богу. И мне кажется, это, конечно же, связано с браслетом. Голова не болит. Кому будет интересно, там найдете в интернете историю, как жена Кима разводилась с прошлым мужем. А Ким мастер спорта по всем видам спорта. Там приехал разбираться, драться. Начал бить из-под тяжка бывшего мужа. Потом отхватил люлей, катал заяву, что избили уже его. Но это, знаете, их семейные разборки. Там еще, когда свадьба у Кима с его женой, этой Есеевой, была. Она писала матерные послания своему бывшему мужу. В общем, у них психически какая-то нездоровая семья. Но и жену, соответственно, нужно лишать родительских прав. Потому что она просто калечит психику детям. Ну, это так, на самом деле. Но суть в другом. Суть в том, что как Ким связан с Кулебаевым вообще. Во-первых, он был председателем ММА, получается. Я не знаю, как это называется. Должность. В общем, неважно. Всем известно, что Кулебаев спонсирует все вот эти ударные виды спорта. То есть, он сам был председателем, по-моему, спорта. Федерации бокса. И Ким был федерацией, получается, ММА. То есть, они вот по этой линии, во-первых, схожи. Во-вторых, Анатолий Ким, но он в прошлом еще и прокурор, известен к своей гомофобии. Ну, там, думаю, вы видели все эти заявления. Здесь публиковать их не буду. Потому что просто забанят. Но при этом он спокойно отдает интервью известному ЛГБТ-активисту Толочко. А отдает он это интервью на канале Атамикен. Который принадлежит кому? Тимуру Кулебаеву. И чем вообще занимались, в принципе, антиваксеры во главе с Анатолием Кимом, Бакеевой, ну и так далее. Они срывали, на самом деле, вакцинацию. А вакцины у нас закупали через кого? Через СК-формация. А председателем там был кто? Тимур Кулебаев. Вакцинацию срывали, потому что вакцины были закуплены за государственный счет, за большие деньги и так далее. И были проданы налево, нелегально, на черном рынке, грубо говоря. И сорванная вакцинация просто помогла списать потом эти вот проданные вакцины, которых уже не существовало, по сроку давности. Таким образом, все как бы хорошо заработали. По слухам, заработали что-то около 2 миллиардов долларов на всей вот этой афере в Казахстане. Ну, по большей части, это заработал Кулебаев. И благодаря вот этим антивакторам. В СК-формацию по совпадению, кстати говоря, работала Кожалиева. Она, кстати говоря, засветила, когда пыталась чеки эти подделать, аббинальную кампанию, которую как раз таки использовала для вывода денег с СК-формации. И она также была индуктором бреда уже у националистов. Я думаю, здесь невооруженным глазом видно, чтобы, допустим, между Антолием Кимом и Арманом Шураевым много общего в плане их образов медийных, имеется в виду. Просто их аудитория, она, знаете, кардинально разная. Но то и то, на самом деле, радикалы и маргиналы. Это два индуктора просто бреда, созданные по одной и той же методичке. И вот под их влияние попали разные сорта маргиналов. И сейчас сугубо из пропагандистских целей, то есть никаких других целей здесь нету, маргиналов стравливают с маргиналами. И создали из маргиналов каких-то антиваксеров, служителей Кремля, и которые лично от Путина получают зарплату. Это просто настолько тупо и смешно, это просто дичь какая-то. Притом, что в России, кстати говоря, этих граждан СССР из той же категории, из той же какой-то маргиналов, их там тоже признали экстремистами и нещадно штрафуют. Но здесь, в Казахстане, Путин их просто привел за руку, чтобы они там что-то сделали непонятно что. КНБ, можно вам сказать, браво. Но если вы думаете, что никто не знает, чем вы там занимаетесь, то вы сильно-сильно ошибаетесь. И, кстати, за это будет спрос. 27 апреля, возможно, Путин совершит визит в Турцию, чтобы повидать своего старого друга, старого приятеля, которого он уже один раз спасал. Это президент Турции. Эрдоган, по-моему, в 2006 или 2009 году, я не помню. Видимо, будет спасать еще разочек. Ситуация в чем? Турция, это, как известно, член НАТО. Путина, хреново этих судов ГАГи, один из этих судов ГАГи объявил в розыск, выдали ордер на арест, вся Украина ликует. Все это оказалось нелегитимно. И тут приезжает Путин, ну, допустим, приедет Путин в Турцию, к Эрдогану. К тому же Путин не совершает вроде как иностранных поездок с начала ВСО, а тут вдруг еще и совершит. Если это произойдет, мне кажется, это, во-первых, заявка на выход Турции из НАТО. Во-вторых, показатель того, что у Эрдогана после землетрясения дела очень плохи в плане рейтингов и ему приходится радикализироваться, выбирать, как говорится, сторону. То есть, если раньше он был везде, то сейчас ему придется определиться. Американцы явно не сидят в сторонке и поддерживают турецкую оппозицию, сторонников Кемаля. И, конечно же, будут провоцировать протесты, возможно, что-то наподобие, не знаю, январских событий, скажем так. Я не на стороне Эрдогана, потому что Эрдоган своим великим Тураном откровенно расплодил нацистов и русофобов по всей Центральной Азии. Но его оппоненты, блин, еще хуже, на самом деле. И Эрдоган, возможно, опасаясь того, что его будут свергать, то есть, организуют госпереворот, возможно, рассчитывает на помощь Путина, как это уже было ранее. И, может быть, даже, как это было у нас в январе. То есть, ОДКБ приди, Эрдогана спаси. В общем, я не удивлюсь, что в результате неудачной попытки госпереворота в Турции, Турция вообще может выйти из НАТО. А напомню, что для НАТО это самая крупная, после США, самая крупная армия, это Турция. И они могут запросто заключить уже какие-то договоренности с Россией или даже вообще с ОДКБ. Китай и Бразилия отказываются от доллара при проведении взаиморасчетов. У них очень много взаиморасчетов. Торговля у них, получается, Китай является основным партнером торговых отношений Бразилии уже около 10 лет. А ВВП Бразилии, на секундочку, седьмое в мире. То есть, это одна из самых крупных экономик в мире. До этого, напомню, Индонезия говорила о возможном отказе от визы и мастер-карт, то есть, от американских систем оплаты через карты. То есть, позиции доллара явно слабеют. И американская система взаиморасчетов, типа SWIFT и так далее, сильно начинает слабеть. Сейчас все переходят на какие-то альтернативы. В итоге США из гегемона финансово могут превратиться в финансового отщепенца. Это может произойти, если они не успокоятся. К этому США привела политика давления и постоянного беспредела, где вместо какого-то диалога и каких-то регулировок США просто выбирали путь давления, санкции, эмбарго, блокировок, отжима и вообще просто откровенного рейдерства международного. Эта политика грубой силы ничего хорошего в себе на самом деле не несет. Вот, если США не начнут договариваться, то будет только хуже для экономики США в первую очередь. Трампа в ходе предвыборной гонки обвиняют в 30 эпизодах каких-то там мошенничеств на сумму что-то около 150 тысяч долларов. Пестрят заголовки всякие, что вот Трамп, жулик и прочее, в чем я, кстати говоря, совсем не сомневаюсь, иначе как он стал бы миллиардером, если не был бы жуликом. Но в данном консекте речь идет совсем в принципе о другом. В 2006 году Трамп трахнул порно-актрису по кличке Шторми Дэниелс, что ли. Страшный я просто ужас. Сиськи-силиконы, все кривое-косое, все вообще искусственное. Но, видимо, Трампа покорила душа, потому что больше нечему покорить. Трамп этой стриптизершу потом забашлял, был скандал, чтобы она там языком не трепалась, он ей заплатил. Составляется просто специальный договор, все через адвоката делалась и так далее, чтобы она не чесала языком всякую чушь. И вот началась политическая гонка, а порно-актриса, скажем так, не в топе совсем. Я не знаю, Трамп с ней когда мутил, может быть, она получше была, или может быть, он просто слишком много выбил, что так над собой надругался. В общем, дела у нее с деньгами очень плохо. У нее кредитами все перекрыто, все в долгах. Видимо, с ней договорились, чтобы начала наезды на Трампа. И вот пошли обвинения в адрес Трампа по поводу того, что он заплатил ей деньги как-то неправильно, в обход каких-то там финансовых структур, где-то в отчетах указал не ту сумму. И ко всему прочему, он, видимо, ее еще принуждал к сексу, лишил девственности и даже салфетку ей не предложил, чтобы она вытерла лицо, что тоже расценивается, естественно, как харассмент, буллинг. В общем, просто садист. Она-то привыкла к нежному, знаете, обращению. А тут насильник Трамп. Короче, Трамп уже не впервые попадает в скандалы, связанные с проститутками, то в гостинице Булата Утимратова в Москве, он, помните, был скандал, то на яхте было в Турции, теперь вот это. И вот из этой истории пытаются раздуть какие-то там 30 эпизодов экономических преступлений. Хотя там просто банальные, короче, интриги семейные. В общем, политические гонки в США, они очень интересные и увлекательные. А Трампу откровенно не везет на любовниц, но хоть с женой повезло, и то хорошо. На этом у меня все, выпуск закончен. Подписывайтесь на мой частный Телеграм-канал, друзья. Обязательно подписывайтесь, это ваша поддержка, нашей маленькой команды. И берегите себя.